Хватит довольна, жить у нас прикольно. Хватит довольна, Когалым просто рай. Хватит довольна, на севере спокойно. В Когалыме школа КВН была основана всего полтора года назад, а уже получила статус Всероссийской юниорской лиги. На данный момент в ней занимаются около 50 детей, которые активно участвуют в занятиях и творческих конкурсах. Благодаря администрации и в свое время полученному гранту мы открыли школу и сейчас плотно пытаемся заниматься в городе, развивать это движение. Помимо меня есть еще два администратора, они же авторы. И мы плотно работаем с авторами Амика, соответственно. В частности, мы работаем с Северкой, с Северной лигой здесь, в Ханты-Мансийске. Им огромное спасибо, потому что они все это движение поставили на ноги. Не так давно команда ездила на фестиваль в Анапу, где получили ценные отзывы от профессионалов. Дмитрий отмечает, что на фестивале было много мастер-классов, которые помогли участникам развить свои навыки в актерском мастерстве и хореографии. Самому фестивалю, на который мы ездили, что мне понравилось, этот фестиваль направлен на развитие потенциала ребенка. В полном мере, в полное понимание всего, что это может быть. То есть, вот они заметили, например, что вот этот ребенок, он достаточно интересный. И они начинают его привлекать, то есть, ну, как бы делать на нем акцент. То есть, говорит, вкладывайтесь вот в это там, то есть, развивайте это. Было очень много мастер-классов. Все 12 дней, которые мы были там, что-то происходило. Всем привет! Мы команда «Материнский капитал». Почему «Материнский капитал»? Это потому, что мама дает деньги на карманные расходы? Нет, это потому, что каждый из нас закрыл часть ипотеки. Воспитанники школы Дмитрия не только достойно выступили на сцене, но и получили множество наград. И даже получили специальный приз за оригинальность. И у них большие планы. Мы привезли за самый лучший костюм. Вот. И получается все. Это была номинация, да? За самый лучший костюм? Да. И еще мы привезли диплом за участие. Мы хотим сначала попасть в ЕКБ, потом в Москву и попасть на телек. В ближайших планах школы проведение городского фестиваля, на который уже заявлено участие семи команд, включая пять школьных, также думают вовлечь студентов. Везде, где есть КВН, мы приглашаем теперь к нам с 29 октября по 6 ноября. У нас будет проходить сначала мастер-классы, соответственно, редактура. Мы также очень много придумали по поводу того, что у нас все-таки очень красивый туристический город. Вот. То есть для всех, кто к нам приедет, мы приготовили очень много сюрпризов. Поэтому, ребята, всех ждем. Приезжайте и вас приглашаем. Коголымская школа КВН продолжает вдохновлять молодежь на творчество и юмор, предоставляя им возможность развиваться и достигать новых высот. Успехи на фестивале стали ярким подтверждением того, что упорство и командная работа приносят свои плоды. А смех действительно объединяет. С новым статусом Всероссийской юниорской лиги у воспитанников школы есть все шансы заявить о себе на более высоком уровне. Леана Кобирова, Дмитрий Примук. События.